Здравствуйте! Сегодня мой выпуск моего видеоблога будет несколько необычным. Я не буду в нем рассказывать о конкретных произведениях тех или иных авторов. Я буду говорить о трех авторах, которых я в свое время читал, а потом бросил читать. Сейчас уже совершенно не могу читать их от начала до конца, не могу их воспринимать как авторов художественной прозы, и не могу к ним относиться непредвзято. Я вам пытаюсь объяснить, как вы на претензии к их прозе. Это фигуры Эдуарда Лимонова, Владимира Сорокина и Виктора Пелевина. Владимир Сорокин – крупнейший представитель московского концептуализма и соцарта, крупнейший русский постмодернист. Я пробовал читать многие его произведения, ни одной из них не дочитал до конца. По той простой причине, что это не художественная литература, а арт-объект. Потому что ранний Сорокин очень тесно связан с московским концептуализмом, с Эриком Булатовым, Левом Кабаковым, Дмитрием Приговым. Взрывал, деконструировал социалистические штампы, перепахивал литературу. Все это выглядело несколько искусственным, неинтересным, пародийным. Просто потому, что, взрывая и показывая беспомощность советского языка, языка коллективных тел, он показывал в то же время его безумие, то насилие, которое язык применяет по отношению, язык идеологии применяет по отношению к человеческим телам. Какое-то событие небезумное, невозможное, бессмысленное, которое пытается описать тот или иной язык, идеологии, оборачивается коллапсом этого языка. Это главная конструкция произведений Сорокина. Норма, очередь, 30-левых Марины, все они посвящены коллапсу социалистического языка. Его поздние произведения, написанные после развала Союза, такие как Роман, написанный в годе Перестройки, Голубое Сау, написанный в 1999 году, «Сердца четырех», его пьесы, его сценарии, его повести, его рассказы, описанные в это время в 90-е годы, были посвящены на этот раз деконструкции канона русской классики. Он также пытался доказать, что русская классика – это некий тоталитарный дискурс, который рулит человеческие тела, который не позволяет раскрыться в человеческой сексуальности, который не позволяет выразить то, что невыразимо. Пытаясь объяснить то или иное событие, опять же, этот язык оборачивается коллапсом. В жернова деконструкции Сорокина попадают не только Толстой, Тургенев, Достоевский, но и Платонов, Набоков и многие другие модернисты. Если за деконструкцию стереализма Сорокина еще можно было похвалить, то его деконструкция канона русской классики воспринимается уже как откровенный плевок на святыни, как откровенное скрепление святыни. Просто потому, что в его стилизациях нет ничего живого, они искусственны, они выхолощены, в них нет ничего, что можно было бы воспринимать как живую литературу, живой человеческой боли. Это конструкции, это арт-объекты, которые выполняют ту или иную функцию, чисто интеллектуальные, интеллигибельные образы, за которыми ничего не стоит. После 2006 года, когда он писал «День опричника» и потом «Сахарный кремль», «Метель», «Теллурию», «Монорабу», эти романы уже были посвящены описанию современного общества, путинского общества, попытка воссоздать его язык и деконструировать этот язык. Это язык уже инфицированной идеологии путинизма, использующей штампы православия, коммунизма и прочего, прочего, прочего. Язык нового средневековья. Этот Сорокин наиболее популярен, Сорокин поздний. Но его также считать невозможно, по причине того, что в ней нет реальной боли. Эти антиутопии дышат искусственностью. В них нет ничего, что говорил бы о личной боли писателя Сорокина. Нет ничего, что говорил бы о том, что он хочет сказать на самом деле. Это писатель абсолютно мертвый, в котором нет ничего, что было бы, чего болело сердце. Даже Набоков с его искусственными построениями, с его кукольными домиками, с его марионетками, гораздо более живой, гораздо более трепещущий, гораздо более сердечный, чем Сорокин. Вот что я хотел сказать о Сорокине. Эдуард Лимонов. Когда-то читал его очень много, особенно его статьи, написанные в тюрьме. Его книгу «Священные монстры» и в сборной, кстати, «Другая Россия». Книга в прямом мертвецов. Читал его «Дневник неудачника», не дочитал его до конца, а прочитал роман. В «Харьковской трилогии» у нас была «Великая эпоха», начал читать роман «Водросток Савенко, но бросил». Тоже знакомство с его произведением было у меня довольно-таки нешапочным. Я в него вчитывался, вгрызался, но было это, когда мне было лет 18-19. Сейчас читать его поздно уже и неинтересно. Лимонов использует традиции западического эроса, эротической литературы, в чем-то даже порнографической, эпатажной, литературу Геннери Миллера, Чарльзе Буковского, Лиу-Ульфер, Динамбе Селина, Жанна Жанне, других героев модернистского западного дискурса. Он пытается доказать, что в советской литературе тоже возможен такой человек, который был бы бойцом, героем. Биоклиптичными разными его он соединяет с любовью к фашизму, коммунизму, к сталинскому дискурсу и в то же время к западническим, декадентским настроениям, к западническому, французско-американскому, такому незнающему границ эросу, воспитанному сексуальной революцией. Лимонов востребован молодежью именно потому, что он разрушает табу, нарушает границы. Он очень привлекательствует героизмом, своими декадентскими играми, но при этом, опять же, в его произведениях есть реальная боль, но это превращается постепенно в такую позу, в такое манерничание, в такое выпячивание своего «я» на первый план, что его абсолютно невозможно не считать. Также в произведениях Генри Миллера и Жанна Шене со всей их эпатажностью нет такого выпячивания своего «я», нет такого декадентского любования, самолюбования, такого играния в жизнь, такой игры в жизнь, заигрывания со смертью и так далее, и так далее, и так далее. Жизнь превращена в спектакль, что может быть более скучным, что может быть более манерным и бессмысленным. В жизнь нельзя играть, ее надо проживать. Так, как живется. Пытаться найти в ней крупицы правды, прежде всего, и жить правдой и честностью, искренними эмоциями. Лимонов вдохновляет, но это вдохновение по спину гасает. Также, как и Захар Прилепин, его эпигон, его последователь, он очень быстро устаревает. Я думаю, в истории литературы не останется ничего, кроме его ранних произведений, типа «Дюняка неудачных», «Удачного», «Сборника сестра не в прозе». Конечно, его ранний роман, первый его роман, не буду называть его название, не буду называть его заглавие, которое вы так знаете. Харьковская трилогия, наиболее всего повлиявшая на произведения Захара Прилепина, его стихи, которые помогут лучше его прозы. «По мирки серые твои шемчужины, теперь в них зло и стыд кусками, какими были юными и нужными, но мы копаем ямы сами». Одно из его стихотворений. И вот это копание ям, от этого, этой могилы для себя, да, говорил ему, он у него же падает за гор веков, было для него главной задачей. И он ее сделал. Он стал живым классиком, он стал классиком неформальной, но он промисклитературой, он стал кумиром молодежи, но при этом что-ли от него останется в будущем? Эпигон Миллера Жене, эпигон Буковского, Возможно, быть может быть, его полупорнографические произведения кого-то еще могут чем-то увлечь, удивить, но вряд ли они стоят хотя бы одного произведения Генри Миллера, тоже черные весны. Вот что я хотел сказать о Лимонове. Виктор Олегович Пелевин, кумир молодежи, кумир унисного планктона, знаменитый автор, написавший ранние произведения «Овеянные тоской», такие трактаты своего рода, буддистские трактаты типа «Розотворника Шестепалова», до сих пор вдохновляющие, восхищающие своей поэзией какой-то особой, постсовковой, новороссийской. Его ранние произведения гораздо лучше поздних. В них есть определенный нерв, в них есть поэзия, в них есть тоска, в них есть ностальгия, в них есть переживания от того, что все в этом мире тленно, эфемерно. Совсем лишь состоит мировой ум, который безличен. Это буддистское измышление, что атман есть брахман. Мировой разум есть индивидуальный разум. Не более того, индивидуальное «я» — это иллюзия. И все это повторяется из книги в книгу. Постепенно, начиная с романа «Женериэшн Пи», Пелевин стал таким стенографом современной эпохи. Он высказывается о каждом, каждый год выпускает по книге, высказывается о том, что произошло. Как говорил один его читатель, его книги «Прощальные песни политических педемий Финдостана» Пелевина можно поставить пять за чтение Википедии. Он читает, исследует, постоянно что-то пишет. На фоне этого что-то измышляет. Но это все абсолютно живое, мертвое, как говорит Шенгерович Силиконовая, нашей неперевенской прозы. Мы понимаем, как это сделано, нам неинтересно. Мы видим повторы, самы повтор. Мы видим глубочайшую мизантропию и презрение к людям, чего в раннем периоде не было. Я пытался перечитать его сборник произведений «Симифонарь», его первую книгу, но не смог ее прочитать, потому что он оказался чем-то заумывным, неинтересным, и притянутым за уши. Там есть замечательные произведения «Задворник Шестипалый», «Принск Басплана», «Желтая стрела», его ранние рассказы, поздние его книги «Амон-Ра», «Жизнь насекомых», «Чипаев, пустота» тоже могут увлечь молодежь. Я читал его пять лет назад, когда он мне нравился, захватывал, но при этом, когда я начал читать его ДППНН и священник книги «Обородня», меня это очень наткнул его цинизм, который приобрел какие-то фантастические пределы, перешел все пределы, перевел какие-то фантастические масштабы. Все это было мне неприятно читать, в отличие от раннего Белевина, который, конечно, захватывает, но постепенно он повторяется, мы это видим из книги в книгу. Иснаф, пародия на исламские революции, на исламскую весну, его любовь к трех Цукербринам, история с царьих сетей, его Бэтмена Пола, история Болотной, все это похоже одно на другое. Скоро выйдет новый фильм по его книге, на этот раз это будет Ампер В, посмотрим, что будет. Мне нравится он некоторый произведение, читал его много в свое время, в пять лет назад. Мне было интересно. В каком-то одиночестве он еще захватывает, но когда вас окружает шум, жизнь, когда у вас кипит жизнь, мне кажется, что все это интересно. Белевин в каком-то одиночестве цепляет, но опять же только ранний, поздний, слишком силиконовый, слишком искусственный, слишком презрительный, мизантропичный. Эти три автора переживут, конечно, нас с вами, они останутся в истории литературы, но так ли они уж высокохудожественно пишут, а это большой вопрос. Жаль, что именно они стали властями думали, то ли бы еще, ни Астафьев, ни Распутин, ни Олег Павлов, ни Татьяна Толстая, очень жаль. Но тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Это те культы авторов, которых мы заслуживаем. До свидания.